По поводу вируса-шифровальщика-вымогателя, который шифрует файлы на диске и требует деньги за то, чтобы их расшифровать. Дело в том, что вирус этот использует уязвимость в винде, которую Microsoft тихой сапой уже пропатчила. Поэтому лучший способ предохраниться от вируса — это установить обновление на винду. В десятку оно заедет само, семерку можно в принципе обновить вручную, скачав обновления вот эти два сайта Microsoft. Если обновляться не хочется, то в Windows 7 нужно в PowerShell, еще раз для дебилов, не в командной строке, а в PowerShell, выполнить вот эту команду. Эта команда отключает службу общего доступа SMB, ту самую хрень, через которую вирус проникает в твой компьютер. В десятке нужно прописать правила Firewall, блокирующего определенные порты. Firewall — это бренд-мауэр, понятно, что служба бренд-мауэра должна быть активна для того, чтобы эти правила работали. Помимо правила для Firewall, еще нужно точно так же удалить компонент этой самой службы общего доступа к файлам SMB. Если же твой компьютер уже заразился вирусом, ты, конечно, можешь что-то там заплатить, кстати говоря, дохуя, за то, что твои файлы, может быть, будут расшифрованы. Но лучше всего, если вот вылезла эта ошибка с вирусом, не перезагружая компьютер. Тут же обновить антивирус на самый последний, то есть обновление баз с вирусами должно быть как минимум за май 2017 года или более свежее. И проверить компьютер на вирусы, не перезагружая его. То есть для защиты от вирусов, любых, недостаточно иметь только антивирус. Нужно иметь еще все обновления безопасности для операционной системы, а самое главное иметь, сука, бэкапы всех твоих ценных данных. Потому что если ты считаешь какой-то файл ценным, но при этом регулярно, пару раз в неделю, не делаешь его бэкапы на флешку, на другой компьютер, на внешний диск, на болванки, в облако, наконец, то это означает, что даже ты сам не считаешь этот файл ценным. Ты только пиздишь о том, что у тебя есть какие-то важные данные на компьютере, но палец о палец не ударил для того, чтобы обеспечить их сохранность. Поэтому ты легкая жертва для вирусов-вымогателей.